проживание старших и младших арканов для тех кто хочет начать свою жизнь с чистого листа ну что мои прекрасные я приветствую вас в основных пространствах мира ведьмы и наверное на этот расклад придут в первую очередь искать или любви да ну представьте что мы с вами сегодня будем путешественниками поскольку нас с вами ждут расклады на карта к таро и каждая карта каждый расклад который происходит на этом канале очень похож на книг для книгу которую мы открываем да книгу которую мы пишем и в этот раз мы будем писать книгу в жанре любовный роман может быть это будет даже ваша любовная история ваша любовная история это весной весна знаете ли такое время когда хочется чего-то нового там я не знаю цветы распускаются хочется тоже да что-то такое себе распустить мы смотрим на природу да и понимаем что тоже я тоже так хочу тоже хочу потому что хочется этом любви не хочется гармонии на хочется на самом деле теле понять что сердце хочет то есть что душа хочет а большая сердце хотят любви помните начало отношений начало красивых отношений еще вспомните когда у вас был конфетный букет на цветочный период и когда человек нравился это так предвкушение да напишет не напишет позвонит не позвонит так хочется увидеть да так хочется узнать о человеке больше может быть это первые какие-то тактильные ощущения прикосновения и очень хочется не просто да вспоминать да создавать какие-то новые конфетно-цветочные букетные периоды мы сегодня будем с вами пытаться да прокачать пространство таким образом чтобы эти конфетно-цветочные букетные периоды вашу жизнь все-таки пришли до для того чтобы они наконец-то уже материализовались кстати кстати для тех кому действительно актуально что же там с любовной историю 2024 на бусте в закрытых раскладах есть такой расклад твоя личная жизнь 2024 но я его закрыла я его спрятала спрятала для тех кто не боится узнать что же там в будущем и там мои советы советы как улучшить ситуацию если она вас пока не очень поэтому welcome если вам это нужно у вас есть такая возможность и классно когда мы возможности не узк не упускаем да если населенная дает мы берем ну что же давайте вот к этому раскладу вернемся этот расклад в общем доступе на три позиции расклад для тех кто готов узнать да что же там за поворотом что же там ждет что же там хочет сердце будут ли новые приключения или может быть чувство глубокие может ли вы боитесь глубоких чувств представляете вообще как просто мир да и жизнь их вверх тормашками переворачиваются когда в нашу жизнь приходят глубокие чувства а точно готовы ну собственно если вы говорите да 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 я готова давайте пристегнулись полетели у нас сегодня с вами три варианта три варианта на вашу любовную историю и у меня когда сказать даже не двойная премьера такая полторажная потому что я уже на этой колоде снимала закрытый расклад в нашем сундучке с закрытыми раскладами а сейчас вот ну для всех раскладов это премьера колода называется animal land производства торока люблю этих ребят безмерно за то что несмотря на весь этот вот кризис втором мире печати и прочее когда там да пытается этому удешевить производство и вот они делают очень хорошую качественную продукцию и коробка у них хорошая качественная у меня просто задняя часть здесь есть на столе присутствует вот и качество кстати картона отличная сейчас вы сами все увидите потому что колода конечно сюрпризом и так зеленый и синий и оранжевый и коричневый выбираете свой камень проводник и мы с вами будем смотреть что что у нас интересным происходит ну что одиночки вас приветствую давайте смотреть происходящее с вами для вашего успокоения работы на прямых позициях очень хочется посмотреть кто же вообще перед нами то знаете сделаю вам такие две небольшие сигнификации две небольшие сигнификации 1 карта показывает кто вообще передо мной поверьте вы сейчас себя увидите вы знаете что это я расскажите да нет это не я буду другой позиции смотри там будет сразу все понятно ну и понятно что мы будем рассматривать вашу готовность к новым отношениям до готовность к новым отношениям барабанная дробь на барабанная дробь кто же вообще передо мной ну тут смотрите очень такой воинственный персонаж вот вы до своим своим характером потому что опять же рыцарь мечей рыцарь мечей не знаю что это настолько медвежонок наверное дал рыцарь мечей в доспехах вот прикрывающих мягкое пузико самые уязвимые места и части если смотрят девчонки вот сто процентов характер что у вас какой такой боевой да воинственный скорее всего вы за словом в карман не лезете потому что мать мечей она первую очередь означает воздух и отвечает за наши коммуникации знаете за острый язычок а здесь сто процентов острый отточенный язычок да то есть наверное про вас там мужчины говорят слышь ты чё такая дерзкая да вот про вас вот видимо вот это все поют вы из тех женщин которые просто так на хромом мерседесе не подъедешь на хромой козе вот или а может быть вы слишком разочаровались в отношениях и вас вы вроде знаете срабатывает некая психологическая защита может быть ваша внешний типаж напоминает такую знаете закрытую в себе интеллектуалку на такую закрытую в себе абсолютно строгую достаточно даму и тут тоже как бы нужно ломать голову потому что стандартные способы подката к вам они как бы не сильно-то и работают но если у вас возникнут ассоциации личного характера я уверен что вы мне напишите в комментариях да видите ли вы себя вот таким прикольным медведем ни в коем случае не про конь ником не про комплекцию сильно там не про гендер если девочки смотрят носи мужчина смотрят понятно что там рыцарь мечей на говорит о том что этот воинственный ведь окей хорошо мы видим как это тоже интересная энергетика насколько вы готовы к обновлению своей любовной истории да то есть готовы ли вы стать опять же героиней до романа любовного этой весной что ж такое то такое ощущение что где-то на уровне души да но не точно потому что сама по себе карта отшельника карта отшельника говорит о том что я достаточно давно ищу свое но что-то пойдет свое пока как бы сильно не находится может быть вы достаточно давно в этих энергиях отшельника а может быть вы там знаете у вас такой глубокий внутренний мир что вы не сильно ты проявляетесь во внешне да то есть для того чтобы вас рассмотреть с вами нужно ближе познакомиться такой ящик пандоры да как бы пирожок сюрпризом ну что еще насколько готовы все-таки нам страшно нам страшно потому что смотрите какая тревожная мышка девятка мечей ну слушайте может вы знаете скорее всего я боюсь что это случится а вдруг меня это все накроет да то есть я очень боюсь показывать проявлять свои эмоции потому что скорее всего вы так думаете вдруг там будет что-то отрицательное поэтому скорее всего передо мной такой знаете интеллектуальный тролль на а чем так страшно эти одну карту а может я даже не буду ее выкладывать я просто сама хочу понять ну смотрите карта отшельника да как бы девятка мечей страшно что что-то случится страшно пойти в свои страхи условно страшно как-то знаешь прогуляться к психологу кстати может быть да который там скажете слушай мы будем вообще работать с тобой над собой да об терапии то может быть мы с тобой сходим даже ты разрешить себе отношения потому что правда знаете вот если про вас писать книгу да там любовный роман то скорее всего вот такой да но говорят да вы не люди до получше и в деревне все вам скучно а вы ничем и не блестим хоть вам рады простодушно такой как раз вот этот не людям понимаете никодем не людям вот потому что больше энергии у вас про про рефлексию про накручивание про психологические защиты кстати могут быть знаете мне недавно было общение с очень интересным своеобразным человеком который меня конечно поразило до глубине души потому что я давно таких странных людей головы не встречала а потом я узнала что человек по гороскопу рака у меня все сложилось вот а почему потому что когда мы что-то не понимаем да как нам проявляются люди мы привычно накручиваем что эти люди хотят нас отвергнуть поэтому мы отвергаем их первыми да такие контрики ну и соответственно если нам опять же да . как мы к людям привязываемся да наверное а к тем кто вы терпит наши вот такие нестабильные эмоциональные проявления но терпит потому что правда некоторые люди не хотели с этим связываться и говорит но зачем вот это мне все контр история до идите полегу психологу либо там проработай травмы пролечить травму потом мы с тобой начать пообщаемся на но как бы есть люди у которых такая знаете нормальная профдеформация которые прям по ним там допустим психологи там или сами проработали какую-то ситуацию это не смотрят на вас говорят я же все понимаю что с тобой да с тобой просто нужно бережно тебе для отношения нужны комфортики как правильно сейчас называю на комфортики же понимаете еще вот а вот другой человек насколько он насколько долго он сможет с вами быть комфортиком потому что одно дело когда вот ты ценишь человека понимаешь что не некие психологические травмы да и ты на какой-то период просто говоришь ой окей все нормально со мной безопасно я понимаю твои чувства эмоции и я хочу там чтобы тебе было комфортно да там я хочу чтобы это разделить а потом ну на самом деле ты понимаешь что человек-то тебе навстречу не идет и ты так думаешь вот она сколько мне хватит потому что если меня постоянно подсаживает на чувство вины что я что-то делаю не так ваш человек постоянно обижается но знаете когда у тебя что-то в головушке уже починина из поломанного то конечно хочется сбежать да а тут такой человек тебе говорит ну я же тебя как-то не удерживаешь понимаю что со мной сложно я же странный или я бы странная вот такая немножко позиция сейчас я не рассказывал бы эту историю если бы мне прям карту мы подсветили просто может быть кому-то из вас будет легче понять что с вами происходит как мы понимаем да что норму мы сами с вами определяем ни хорошо ни плохо ну вот вот такая у нас начинка да сейчас на данный момент и так все таки кто готов прийти вашу жизнь да кто готов стать героем вашего романа вы здесь не отвертитесь потому что как вам сказать на каждом организме кто-нибудь да изображен понимаете кого-нибудь я вам все-таки да найду на эту весну может быть конечно на дальнейшие перспективы и так пока психологический портрет кто к нам готов прийти на самом деле ощущение что человек который будет как не то что тщательно давить ваши границы ну вот на ваши допустим я там не пойду на свидание или там я там занята своими делами там все мужчина смотрит уже знаете тоже будет я там типа в компьютерные игры поиграют там либо что-то еще сериалы посмотрю это не это чего это бывает тебе еду да и будут всячески вытаскивать себя на из твоей вот этой ракушечки такое до раковинки в общем твоей вот человек смотри который очень активный шустрый легкий до желающий все-таки с тобой коммуницировать проводить время скорее всего общитель может для тебя слишком общительный вот тут явно человек который несет твою жизнь яркие краски который будет говорить тебе слушай на жизнь мимо проходит на что-то там что-то там возможно это общение в интернете да потому что мне хочется все-таки обстоятельства встречи посмотреть посмотри как вот эту плачущую мышку скорее всего человек будет развлекать да то есть возвращать радость жизнь как вам да нравится насчет смотреть за кого еще плачущая мышка еще в этих доспехах на медведя ладно такой многослойный пирожок ладно обстоятельства встречи мы с вами смотрим ну слушайте вряд ли это вряд ли это если мы говорим с вами про интернет ну потому что мне просто восьмерка жертвы же еще подсвечивает да очень часто как бы это же дороги общения вот этот движ там все социальные сети вот здесь нам показывает короля мечей а вот король мечей это знакомство на самом деле в каких-то госучреждениях может быть да может быть это банк может быть это что не знаю торговый центр нет вряд ли ну какие-то короче госучреждения может быть кстати это будет какой-нибудь симпатичный менеджер да который будет помогать решать ваши там вопросы и вы тут поулыбаетесь друг другу так но сейчас я еще немножко посмотрю обстоятельства встречи король мечей шестерка жезл слушайте у меня реальное ощущение что это не знаю что это может быть какой-то банк а это кстати еще могут быть различные нетворкинги бизнес знакомства да то есть какие-то встречи по интересам кстати это знаете я еще такая думаю а спортзал может быть но я так хочу сказать вот вы познакомитесь с этим человеком там где действительно место скопления мужчин и мужчин которые хвастаются какими-то своими достижениями либо финансами да то есть типа вот я там построил бизнес там в 25 лет и закрыл ипотеку там 40 я уже долларовый миллионер ну что-то вот какая-то такая история но здесь очень активно человека человек который видимо там что там пытается да там вертеться по жизни как-то может зарабатывать все что-то активный очень до активными которому быть открывая даже любые двери сейчас немножко еще вашего рассмотрим товарища человек который кстати может успешно делать карьеру хорошо вы там что будете делать на вы там что будете делать в этом заведении пока нормально знаете пока тут это что будете делать но такое ощущение знаете что вы туда не захотите идти ну вот вам надо вот примеры например в этом открыли открывайте и поеда к примеру там сама занят или еще что-то или что-то у вас там какая-то неладная ситуация вы пошли разбираться знаете там уж деньги там банки списали еще чем вот какая такая история и здесь вот человек может оказать вам помощь на или например а вы просто как-то знаете рандомно попадаете на вот эту тусовку потому что хочется приобщиться но вам это не свойственно никак я при этом не могу сказать что она творческая какая-то потому что на больше бизнесовая да там собирается люди опять же которые хотят построить карьеру хотят построить карьеру меня это понимаю что этот ваш на шустренький такой шу стрик тоже видимо что тоже видимо сильно построена построим карьеру進 при к ваш знаете какая история я так понимаю что вроде как это знаете как уход и знайма до до ухода и знайма вот и попытка собственно построить свой бизнес и впринципе у человека все для этого есть абсолютно по крайней мере качество до качества от этого хитрого енота но вы его не видели уже закрытых раскладах показываю немножко давала характеристику да это паша ваша жезлов вот такой у нас хитрый товарищ на хитрый товарищ просто какая-то бизнесовая тусовка я все будут рассказывать насколько они все успешны успешные так а что вам этот человек понравится какое первое впечатление ой сразу вообще да ой сразу все прям прям любовь до десятка чаш мы с тобой две хищные птицы мы птицы одного полета и вот такой вот прям накроет хорошо а его там что а он чего а он видит знаете как эта женщина если девочка меня смотрит да который есть абсолютно все потому что смотрите это ваша энергетика мощнейшая то есть вы прям такой это конечно прикольная история потому что вы то сами видите себя вот этой робкой мышкой посмотрите как он вас считывает да он вас считывает королем жезлов королем жезлов то есть это такая прям мощная амазонская энергетика и мне еще смеюсь потому что здесь зайти как два архетипа совмещаются потому что наш на лев он же еще и короче в короне с рогами как вы страшащий да ой боже мой обычно тебе было въезд короче тут у него какая-то корона да с этими с рогами вот это вы это вы ну посмотрите какая статная личность вообще статная личность ну и что он вообще да не скорее всего поэтому не будет пытаться видимо там заслуживать ваше внимание там да как-то попытаться вам понравится потому что четко понимает как бы да что туда нужно стучаться здесь есть порода здесь есть интересно да интерес какой-то а чем же вот конкретно вы ему там приглянетесь то вообще смотрит вот мне эта женщина нужна да все сразу да смотри какой интересный мэйч десятка чаш да четверка жезлов вот прям он себя видится партнером рядом с вами полноценным партнером и он прям смотрит он действительно включается да он включается говорит я вот скажу там этой прекрасной женщине в короне с рогами ты при всей львица светской императрица с мужским характером да что вот она прям единственная на прям сильно мне нужна суждено может быть кстати это такая знаете история когда вы там начальница вас подающие надежды на ребят из соседнего отдела ладно как будет развиваться эта история вашей любви посмотрим сейчас все вот это встречи неминучая понимаете неминучая он значит это начнет считать все эти деньги потому что видимо что на хромом мерседесе не подъедешь на лада калины в ремонте делать что надо да тактища штука дорогая достаточно и он значит начинает это прикидывать сколько же в такую шикарную женщину как вы в львицу до складывать и конечно же очень сильно по этому поводу грустит потому что понимает что дебет с кредитом сильно ты не сходится а скорее всего вам же на рассказывал какой он да успешный со всех сторон я конечно очень надеюсь что он у мамы не пойдет деньги в долг занимать чтобы пригласить вас на свидание фена к шутке шутками вполне может быть что он просто перешит до что тип вот и в горе и в радости я хочу с этой женщиной хорошо как будет развиваться это вообще история что он там будет какие-то попытки это делать завоевать вас ой да конечно к не посмотрите как он прям показывает да свою павлиню натуру но это монеты поймите как бы сказать что это история которая закончится достаточно быстро нет скорее всего он будет ресурс все-таки собирать копить сначала конечно все это ситуация разобьет сердечко и он поймет действительно что если он хочет прям семейных отношений а он и хочет по шестерке чаш до то ему нужно что-то для этого делать при этом мы не говорим что не с финансами как бы все плохо но просто явно вы его мотивируете на больше вы его мотивируете на больше по пожума нет несмотря на то что у нас здесь павлин да и как бы а мы считаем что павлины не очень хорошие ребята потому что они озабочены исключительно собой он все равно понимает и хочет выстраивать вот какую-то карьеру смотреть он будет это делать да он будет все таки разворачивать эти отношения да потому что это мышка примет чем важное решение смотри пашма нет туз мечей вот в этой самой по себе ситуация это не негативное что сейчас скажет а вот мы поссоримся там еще как то нет тут наверное дело в том что в совокупности я бы читала эти карты как а а знаете как попытки начать давайте так попытка начать возможно да да я попробую тот формат отношений но которым я вообще не хотел или не был не не был готов и так далее потому что вот эта женщина того стоит понимаете чё как ухаживать то будет я не могу сказать что начнем сразу прям как-то это ухаживать потому чтобы думать и думать думать о чем много будет думать потому что для него действительно это очень понимаете квест очень мощный как вам подкатить потому что он конечно в своих глазах может быть вы так выглядите может быть такая знаете у вас степенная энергетика может быть у вас какие-то дико дорогие духи да потому что он считывает что к вам просто не подойти да вот что какая-то такая история и поэтому сказать что он будет к вам как бы подкатывать с попкорном например там да или какая-то история допустим там не знаю пастфуд там бургером где-то вас угостить шабухой там на молли не на но на футборте на какой-то нет вот потому что бы блин а как этой женщине вообще подобраться да как не подобраться ну чё и как бы зависит так что вот ему как-то заведомо прям кажется что к вам вообще никак вот это же образ понимаете у вас такой хотя вам кажется а чё не так чё не все сливаются а как ситуация развернется ну знаете вот что интересно вообще это весной я конечно не знаю чего тут себе качнули какое платье купили понимаете да сколько килограмм сбросили спортзале и прочее но у вас не один вас не одна любовная история вот потому что снова в тот момент когда значит вот этот как вам кажется сливается появляется еще один да еще один вот такой крокодил который скорее всего тоже будет активно оказывать вам знаки внимания да понятно крокодил короче вы на него залипаете смотрите да вы короче на него залипаете да и уходите опять в какой-то момент трансформации ну видишь смерть короче десятка жезлов то есть такая так 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 это кажется прикольно и ты мне нравишься и я понимаю что мне сердечко там горит но нам такое больше не надо мы такое уже проходили да мы собственно такое уже проходили уж какая прелесть а тут я так понимаю выныривает тот короче и опять предлагает вам отношения отношения уже больше какого-то такого серьезного характера то есть настырная белка вот и смотрите тут весна я же конечно не знаю что это собой делаете но опять же предполагает страсти какие-то африканские сериалы тоже есть два мужчин ну женщина то он какая до востребованная абсолютно да девятка монет я не знаю вы очень окружены мужчинами я не знаю какими конечно феромонами вы питаетесь при вашем же знаете при вашем вы просто вот желание том что вот я создаю намерение открыть дверь их правда будет большое количество разный но есть ощущение что там сердечко все равно еще какой-то бывший и вполне возможно что вот он такой потрепанный но вернется видимо на ваши эти обновленные флюиды вот такая интересная информация да я конечно хочу чтобы не писали комментарии но я же не знаю пока как это все проиграется для вас почувствовать резонирует или нет так ну что двоечки привет привет двоечки рассматриваем вашу любовную историю говорю что никто не уйдет без жениха женихов на этой весной потому что колода говорящая на звери здесь болтливые не характерные очень персонажи и вот сейчас они мне покажут кто же передо мной так тоже передо мной сейчас стань передо мной как есть перед травой двоечки чем приуныли на приумели вот сейчас вот по вот этой карте вы поймете ваш расклад или не ваш расклад потому что я покажу вам кто же там зеркале отражается сейчас на вот этого и а это ваша готовность новым отношениям вы божий набор противоречий да сегодня я ангел завтра я димон вот такое что такое я надеюсь что вы не вступаете в конкуренцию с не сравниваете себя да то чтобы знаете бывает такое что ой боже но я психологически могу много говорить почему такое происходит но вот смотрите прям кратенько кратенько сейчас сейчас какой-нибудь такой пример менее болезненный приведу вы встречались мужчиной и он не так чтобы как-то за вами сильно ухаживал там да сильно прям неромантично бы то есть вы разошлись там каждого своей жизни а потом значит вы видите вашего мужчину с новой женщиной и через какое-то время потому что там птичка на хвосте днесла может сами где-то там палите страничка в социальных сетях вы видите что он к ней относится абсолютно по-другому да то есть он и ухаживается за вами не ухаживал допустим там ей охапками таскает там не знаю розы да а вам там не знаю занюханную там гвоздику короче да две штучки дай бог дарил на 8 марта вот и такое как бы женская же вот это на обидная история что а что разве она лучше или а что в ней такого чего нет во мне и мы начинаем себя просто ну сравнивать с другими или смотрим на отношения там других женщин да и опять же понимаем что с ними какие-то очень классные крутые мужчины гранды а им и таки а что с нами что-то не так почему-то кажется что то если бы я была какой-то другой может быть моей жизни было бы что-то более интересное да и пятерка жезлов там же по сути сильно конфликта нет да там такой вот момент просто соревнования да что вам действительно очень важно чтобы вас выбрали среди огромного количества да может вы там залипаете на то что ты одна единственная знаете как вот это все и горькая слеза катится и я так хочу чтобы мужчина мне сказали наконец-то что я одна единственная не выбрал из множества там меня так долго искал поэтому вот вы такая романтическая натура которая сто процентов залипает на вот эти вот все мужские клятвы да что ты единственная ненаглядная я тебя выбрал среди миллиона там узнал тебя да ну что очень такая болезненная немножко история связана с тем что вы не верите в свою уникальность и вам надо чтобы он человек со стороны это все подтверждал поэтому вам очень важно от мужчины слышать эти слова вот опять же вот знаете вашу мужчине будет с вами нелегко потому что вы будете постоянно просить ему доказывать свою любовь на любовь да ты меня любишь а как ой чуть не так сильно как я бы хотела да как с кошеками хорошо насколько вы готовы к отношениям в принципе как это как знаете как говорят и во всех тут и нарядах душечка хороша потому что вот тройка тройка монет говорит ну да как бы с вами можно идти в отношения и вы на самом деле женщина для отношений ев да женщина для отношений ев но я уверена чем не хватает вам не хватает романтики да вам не хватает действительно доказательств любви через какие-то может безумные поступки еще чего-то потому что даже если вам где мы доказывали там свою любовь скорее всего это была практическая история вы все никак в себе женщину не ну да раскрыть не можете потому что вам мужчины рядом вот не помогают да и вам кажется что с вами чуть не так в принципе вы готовы к отношениям но знаете вам скорее всего нужен такой персонаж который будет постоянно вами восхищаться быть ах боже мне прям повезло какая великолепная женщина обратила на меня внимание да однозначно то есть смотрите нам нужен партнер сейчас для того чтобы подтверждать какая вы прекрасная великолепно чтобы сами в этом почему-то не очень уверен но мы сейчас эту ситуацию немножко раскрою только я карту перемещала чуть-чуть на поближе сюда картинка красиво было смотри да паш пентаклей тройка монет она же как бы тройка пентаклей да с вами реально в отношения с вами серьезные отношения с вами вот эта вся история там как какой-то постельная дружба вообще не прокать потому что и уязвленное самолюбие и там это все хорошо хорошо сейчас я немножко посмотрю вот эту вашу конфликт не часть опять же знаешь может теневая просыпается в отношениях ты сначала показываешь себя прям да идеальной женой а потом такое начинает лезть ой 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 знаешь как хорошая девочка конфликтует с девочкой плохой вот ну не все уже из вас конечно биполярочкой понятно я что-то диагностировать ничего не буду такое может быть знаете что вы женщины в переменчивом очень настроении абсолютно но вы скорее всего прям очень сильно все контролируете ну слушайте вы мне говорите да я готова да давайте посмотреть дальше давай смотреть дальше ну ну хорошо давай так а вот как как вообще тебя видят сейчас мужчины одной карты буквально да вот ты мне говорю что да я готова к отношению а чё мужчины говорят ну которые вокруг тебя ты сейчас скажешь никого нет там знаешь чё тут совсем вся другая история тут тебе вот эти все эти любовники на горящих жезлов вряд ли будут подкатывать потому что не понимаешь что ловить ничего а мужчина есть вокруг тебя никаких отшельников видишь мы с тобой не наблюдаем ну как вот знаешь энергетически хорошо мужчины как тебя видят мужчины тебя боятся потому что скорее всего твоем окружении по большей части те кто хотят хотят легких отношений вот это да фрэнс мисс бенефит а да ван ван айт стенд вот это все а вот как бы смерть я смерть как раз означает сразу что с такой женщиной страшно страшно а сейчас мы спросим почему вот видишь у него еще такая чумная маска короче надет что он очень боится до изменений связан с тобой очень боится изменений и может они кстати сливаются быстро очень до карта смерти четверка жезла а ну понятно да типа а так это с ней общаться я не буду она мне на себя женит быстро типа она меня кольцо этом таки не 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 да то есть я четко понимаю что она хочет меня укольцевать такие короче ну и потому что вот с вами просто так не поулыбаться мне поподмигивать вам за пивом там или что-то еще и скорее всего расстраиваетесь по этому поводу я думаю что со мной не так что же они сливаются все ну потому что вот вы выбираете на самом деле определенный типаж и и сейчас девятка ч на самом деле вот у вас давно не было красивой чувственной плотской любви может быть даже что то есть но это вот не то что вас устраивает мы сами все понимаем и мужчины которые в потенциале генетически могут проходить как хорошие любовники они это все считывают ну и понятно как бы да что ну как бы они вам дают те ресурсы которые не могут дать а понятно что не могут дать а вот такая нет я трамвай жду это вот не мое вот вон такой отчетный я как бы понять не могу такая гореша нет только после свадьбы и он чувствует что его обманули сливается и сливается вот так вот ну мы же с тобой смотрим встречу которая должна произойти весной явно это что то совсем другое хотя как знаете да что же там будет за персонаж для тебя этой весной слушай а здесь какая то интересная история да это десятка мечей ну пусть она тебя как то не смущает потому что вполне возможно что человек может быть просто разведен да и абсолютно знаешь такой убитый и разочарованный потому что да что то закончилось всего жизни что то завершилось и скорее всего перышки то несколько помялись да что же там завершилось всего жизни ну ты знаешь вот ощущение что может быть он нагулялся и такое короче да все мне все треугольники мне все эти милые кошечки сильно не приносят какого то морального удовлетворения да такой подвыгорел скорее всего в бесконечных каких то своих короче короче в чем-то подвыгорел ну орги ты же не будешь говорить да свиданиях да свидания человек на самом деле разочарован да в этих свиданиях что мы еще про него можем сказать с тобой шестерка чаш человек семейный Да смотри он либо семейный с ним имела в том что он семьянин действительно хочет семьи понимаешь действительно хочет семьи и я тебе так хочу сказать вот чем этот человек интересен тем что он правда эмоционально включается именно своего человека ну эмоционально включается материально включается то есть Просто так, скорее всего, не будет сорить ресурсами своими. А вот если это его женщина, тогда он действительно будет складываться. Хорошо. Такой у нас интересный человек. Но давай всё-таки смотреть обстоятельства встречи, где ты можешь его увидеть, познакомиться. Смотри, карта императора. Это, кстати, мне почему-то говорят ещё, что, может быть, это чья-то свадьба, кстати. Карта императора. Что у нас ещё? Отец. Так. Император семёрка чаш. Император семёрка чаш. Смотри. Это же, кстати, очень похоже, например, барбершопы. Может быть, это какие-то салоны красоты. Ну вот смотри, это такие... Ну опять же, смотри, при этом по императору место с мужской энергетикой. Что у нас ещё может быть? Спортзал? Слушай, ну в спортзале, мне кажется, десятка жезлов была. У нас семёрка чаш. И семёрка чаш у нас про красоту всё-таки больше. Красота, справедливость. Это ещё могут быть какие-то соревнования спортивные. Если ты на такое ходишь, к примеру, да? Почему? Потому что нужно выявить главного красавчика. Смотри, это мужская энергия, император, получается, семёрка чаш и... Часть из... Скажу, справедливость. Почему говорю, справедливость же? Что же такое-то? Правосудие. Ну, не знаю, это похоже действительно на то, где есть какие-то призы, да? Призы за, может быть, внешку, может быть, это дизайн, кстати, может быть, выставка какая-нибудь. Но больше мне почему-то кажется, что это что-то связано с конкурсной основой, да? Я права? Или где мужчина оценивает женщину. Ещё что-то такое, может быть, ты видишь? Конкурсы красоты, может быть. Ну, я не знаю, может, ты с подружками просто будешь листать инсту, да? Или, допустим, что-то оценивать. Может быть, это какой-то сайт знакомств, да? И ты просто выделишь его среди большого количества. Потому что как будто этот человек, вот получает высший балл, да? В чём-то он получает высший балл для себя, скорее всего. Ну, я понимаю, что, скорее всего, женщины вот такие вот, да, его тоже оценивают достаточно высоко. хорошо, а вот ты его увидишь, вот эту звезду свою, да? И что подумаешь, что увидишь там в нём, может быть? Что там у нас с человеком связано? Ты скажешь, ой, какой милый бельчонок-то передо мной, да? Ну, это, а, ну всё, по-моему, младше будет, да? Что вот это за детский сал? Так, ну и что там, значит, наш этот? Это, значит, всё, поняли. Это какой-то молоденький мальчик, да? Вот, как бы сильно, видимо, молоденький мальчик, сильно младший. Но если девочка смотрит, потому что как бы во двое комчурит, а что мне с ним делать вообще? Слишком юм, слишком юм. Что мне с ним делать? А он, значит, себя увидит, и что? А он себя увидит, и что? И всё, да? И начнёт, значит, показывает всё лучшее сразу. Шестёрка жезлов. И Алла знает, понимаешь, что нравится женщинам? Конечно, вот по шестёрке жезлов смотри, какой суслик или хорёк, я не знаю, что. Расскажешь потом. Так, и что, значит, он нравится женщинам? И начинает подкатывать, да? Смотри, и начинает подкатывать. Вот, начинает, видимо, пытаться показывать всё в лучшую сторону. А что тебя в нём зацепит? Ну? Да ты сама не знаешь, знаешь, ощущение, что-то высшие силы столкнули вообще с абсолютно, видимо, каким-то таким... Боже, правда, смотри, прям для любви вас столкнули. Потому что это твой жаб пришёл ненаглядный, понимаешь? Понимаешь? Вот поцелуешь его, и в принципе превратится сразу. Вот это вы, конечно, меня отожгли. Так, ну и что, значит? Будет он у нас проявляться, да? Так. Хорошо. А давайте так. Как вас прям увидит? Потому что я хочу вот прям понять, да? Потому что вот он это всё проявляет. Окей. Но я хочу переспросить, как вас увидит всё? Да что такое? Вы подружка вообще с этим первым вариантом? Вот как оно так работает? Колоду переписывала? Ну, ровно такое же проявление, кстати, да? Король жезл. Не знаю. Мне кажется, что вы с первым вариантом куда-то вместе пойдёте, да? Вот это, конечно, женщина. Вот это, конечно, огнище. Ну, кстати, может быть, вы ещё будете с другим мужчиной рядом в этот момент. Вот. Знаете, что удивительно? Я, конечно, не знаю, что в третьем варианте. Что касается и первого, и второго варианта, там девчонки сами себя, короче, видят сильно меньше энергетически, чем мужчины их считывают. Вот как так вообще? Интересно. Так. Так и чё? Нет, слушайте, здесь правда кто-то может, знаешь, там с мужем там куда-то пойти. А тут вот этот юный, юный юноша. Юный юноша. Я надеюсь, конечно, что это не фитнес-тренер ваших детей. Что вы там придёте, знаете, там ребёнка забирает с тренировки, а там какой-нибудь новый фитнес-тренер симпатичный. Так, ну и ладно. И что там? И что там, значит, наш этот мужчина там, юный по отношению к вам? Как события-то развиваться будут? Как события будут развиваться? Ну чё, я вас поздравляю, потому что тут, видимо, тайные отношения накроют. Мне кажется, что я больше читаю для тех, кто в отношениях. Но вот одним глазком хотя бы хотел, да, посмотреть всё-таки. Одним глазком хотел бы посмотреть свою любовную историю. Потому что считывает вас тоже как женщины в отношениях. Вот, смотрите. Верховная жрица и башня это точно вот лучшие силы вас сталкивают прям лбами. Да? Потому что, видимо, человек прям будет вообще полностью перевернёт как бы вашу жизнь, ваше представление о себе, может быть. Потому что он в этом ключе как бы лис не всегда плохой персонаж в семёр клинчей. Какое интересное-то вообще. Смотри. Всё, поймала. Но мне сейчас нужна кубковая карта. И я тогда тебе такую прям вот тайну раскрою. Кубковая, не кубковая. Я хотела понять, что вот, собственно, человек сразу скрывает от тебя. Смотрите. А теперь сейчас, подожди, мне ещё одна карта нужна. Что у него с его семейными отношениями? Слушай, ну такое ощущение, что они, правда, могли как-то быть закончены, очень по-свободной. Вот. Короче, вот что я тебе имею сказать. Здесь, на самом деле, если опять же, ты видишь, нам показывает, что человек выходит из каких-то тяжёлых отношений, и он, в принципе, не готов к новым, а у тебя тоже какая-то непонятная ситуация, тоже, видимо, какой-то переходный период, то ли ты в отношениях, то ли там просто уже не хочешь, да, там по тройке, как ли отношения, то есть обычные семейные, скучные, неинтересные, бытовые, потому что вас обоих накрывает, да, и накрывает очень сильной страстью, сильной страстью, да, которую он прям блокирует, да, действительно чувства, поэтому он может говорить там про какую-то страсть, для тебя это будет казаться обесцениванием, потому что любовь он прячет, то есть вот, ну, любовь на эту историю прячет, и вот смотри, как бы башня получается, семерка мечей, пятерка мечей, да, как бы королева чаш, это вот как раз про ситуацию, когда прям накрывает очень сильно эмоционально, да, а ты как будто вот не веришь, да, что чувства есть, да, тебе, может быть, подозреваешь, что у него другие женщины есть, да, есть такое, это же ты у нас, получается, вот эта там прекрасная жаба, да, 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 прекрасная жаба, в общем, которая, знаешь, как не уверена в том, что действительно человек хочет с ней, ну, так и знаешь, длинных серьезных отношений, длинных серьезных отношений, но он, конечно, такой очень у нас огненный товарищ, здесь, конечно, много страсти будет, а страсть это все воплотится в какую-то историю материальную, семерка монет, солнце, кстати, да, ощущение, что вы как будто прям что-то дождетесь, да, то есть сначала вроде как разделяют препятствия вас, вот какая-то очень сильная связь между вами. Боже, как будто вы прям действительно преодолеваете препятствия, да, чтобы вместе быть. Длительная вообще у вас история, девятка жезлов, да, такое ощущение, что вот во что бы то ни стало, вопреки, да, здесь. Здесь мужчина прям к женщине спешит активно. Да, здесь мужчина спешит активно к женщине как раз вот по той причине, что он действительно ее выбирает, да, то есть это вот ваша сказка, где действительно, вот как бы вас вот выбирают, да, и вам прям действительно нужно, ну, понять о том, что мужчина, правда, может ситуацию брать в свои руки. В чем? Вот. Весьма интересно. Ну, мне кажется, у вас сериал, какое-то вот что-то такое длительное, долгоиграющее. Так, ну что, троечки, давайте я вас приветствую, смотреть будем с вами, что же там ждет нас весенний период. Вперед, когда и цветочки распускаются, липочки набухли, и юбки короткие, да, девочки выгуливают, мужчины свой там пресс показывают, челки на бриолинины, что вы сейчас в тренде. Хорошо. Это вы. Такая, знаете, небольшая сигнификация. А дальше будем смотреть вашу готовность к отношению. Что там вас весной ждет, как это все развиваться. тут по этой колоде очень легко можно выписывать через портретную историю, да, психологический портрет. Поэтому никто не уйдет без жениха или невестушки, женщины для жизни. Так, а хорошо, просто читаю больше же девочкам преимущественно. Ну что, мои прекрасные, мои прекрасные, кто же вообще у меня сейчас перед глазами, да, немножко характеристику вашу, тоже такое, вы у меня. Боже, вы тут заиньки, вы тут заиньки, но мне показывают, во что отношения есть, потому что вас любят или вы любите. Интересно, потому что ну есть на самом деле у вас кто-то в сердечке, или вы у кого-то в сердечке. Посмотри, какая-то красивая. Ну что, просто для любви создана, а? Двойка чаш. Такие милахи, да? Сейчас я еще одну кажу. Нет, я сама посмотрю. А зачем вы-то засмотрите, если у вас любовь есть, а? Ну, слушайте, либо вы ее ждете, либо вы ждете от какого-то конкретного этого буйвола, да, действий. Восьмерка монет, да, тройка жезлов. Потому что просто мечтаете о большой красивой любви. А это есть для как эта история, да, для вас? Тут тоже два мужчины, кстати. Не знаю, может, больше, конечно, пока двух вижу. Ну ладно, давайте смотреть вашу историю, насколько вы готовы к отношениям. Сейчас вот ваши тайны будем открывать, почему вы тут. Ну как вы готовы в отношениях, у вас же кто-то есть. То есть ощущение, что может быть, вы просто кого-то ждете до сих пор. Поэтому как бы пятерка мечей. Пятерка мечей, как мы понимаем, это карта конфликта, да, это такая закрытая история. Пятерка мечей, семерка мечей. То есть мы, возможно, что-то, знаете, здесь выпустили. Любовь эта осталась у нас, да, но посмотрите, как мы негативно настроены к новым отношениям, потому что это пятерка мечей, как бы семерка мечей. Ощущение предательства, конфликта, да, со стороны противоположного пола. Сейчас еще немножко раскрою эту тему. О чем это, что вы тут не доверяете никому? Расскажите, ничего никому не доверяете-то? Больно делали? Да, все, как говорят, все, типа, мужчины одинаковые. Слушай, здесь такая красивая ящерица, может, и в колоду убрать, чтобы она еще раз нам попалась, только в каком-нибудь позитивном аспекте. Да, вы знаете, у вас, правда, не развязанная история, а любовные, прям сердечки, потому что вот вы смотрите на дне колоды, да, вот он, ваша ящерица, вот вы его жаба. любовные лица. Хорошо, как вас с этим? Лица видят противоположного пола. Как вас лица видят противоположного пола? Буду смотреть полу разведенных и тех, у кого подвешенные отношения. Я не знаю, как это работает. Я, кстати, сколько не работала на этой колоде, у меня еще ни разу повешенный не выпадал. Вот он выпал. Да, то есть ощущение, знаете, как вас видят лица для противоположного пола, что вы еще на своей волне, вы не с ними, вы в них не вовлечены, понимаете, они вам как будто неинтересны, вы решаете свои какие-то процессы. Да, ну вы, да, немножко странненькая, потому что повешенные всегда нам показывают людей немножко странненьких. Ну, кстати, по большей части посмотрите, какое к вам отношение, что она имеет право такой быть, да, эксцентричной, немножко своеобразной, да, потому что она императрица. Это действительно удивительная неземная женщина, но обычно у нас неземная женщина описывается больше звездой, знаете, там повешенная звезда, это какая-то отлетевшая зетеричка. А здесь у нас женщина, которая прям, ну, знаешь как, может быть, она очень сильно помешана на себе, на своих внешних проявлениях, на своих деньгах, на своей семье, там, на своей красоте, да, то есть здесь нам помешанно показывают вот эту, как бы, императрицу, да, как женщину, которая ушла в себя. Ну, еще в негативном аспекте, да, здесь как бы вот мужчины могут говорить о том, что типа, ой, да, мужика, тебе надо хорошего, или замуж надо, вот что-то такое, да, сбежавшая невеста, может быть. Но сейчас посмотрите больше позитивных моментов или негативных, как вас воспринимают. Ну, кстати, правда, может быть, что у вас, допустим, ребенок от прошлых отношений, например, да, шестерка мечей. Или опять же, про то, что вы очень многое, знаете, как делаете самостоятельно, очень самостоятельная, да, самостоятельная такая дама. А поскольку вот она самостоятельная, то очень сложно в ее жизни вообще вписаться. Они бы хотели вообще вот кто-то вот в вашем окружении прям вписаться прочно в ваш мир, ну, поселиться там. Да, кстати, но по верховным зрителям не проявляются такие ребята. Вы не знаете, да, про таких. Кажется вообще, что никто вас серьезно не воспринимает, возможно, или все они какие-то легкомысленные. Ну, просто смотрите, есть в вашем окружении, да, нормальные, правда нормальные, но как бы вы их пока не знаете. Вы их пока не знаете, потому что за вами прям действительно наблюдает мужчина, прям какой-то очень интересный, может быть, статусный, все, как вы любите, да, король жезлов, да, наблюдает, но ничего пока не делает, потому что он двойка жезлов. Может быть, это мужчина, как раз с которым вас развернется, любовная история, вот, а может быть, это будет что-то другое. Сейчас мы с вами посмотрим. Я уж не буду читать, женат, не женат, но просто самое главное, что если вы думали, что у вас нет тайных поклонников, они есть. Они есть. Хорошо. Так, хорошо, мои прекрасные, и все же, кто же к нам выходит, да, навстречу этой весной? Ну, что, ваша жаба выходит к вам навстречу этой весной? И я уж не знаю, это этот ваш рыцарь, рыцарь чаш, все-таки вырастает в короля, или это какой-то новый? Ну, опять же, посмотри, какой все-таки, да, любитель чувственных наслаждений, да, любителей вот у нас, маникюра в короне, что-то пьет, какие-то мухи в задашнике, у него 100% есть. Что мы еще можем сказать про этого жабьего короля? Удивительно, конечно, потому что, смотри, пашма нет, но при этом тут павлин, и вот как бы, эбна пажа монет, конечно, другое животное поместило, нет, что-то попроще сильно. Но вообще, на самом деле, как бы, пашма нет, это хорошая история, потому что она все-таки про какие-то новые импульсы, да, про какое-то, ну, новое начало. И здесь я бы почитала так, что вот несмотря на то, что вот он весь такой прям любит себя, да, жабий такой король, вот ощущение, что он какой-то, знаешь, может быть, метросексуальный, может быть, он какой-то эстет. Интересный, конечно, очень, что там этот эстет наш, ты, конечно, будешь хохотать, но это, видимо, что-то из прошлого. Это что-то из прошлого для тебя, потому что, опять же, паш, паш-чаш. Или, знаешь, как, это знаешь, или в прошлом, например, он был очень стрёмный, он очень плохо выглядел, например, он там не умел ухаживать за собой, а потом посмотри, какой апгрейд произошёл, да, потом у него случились, видимо, деньги на спортзал, косметолога там, или ещё что-то. Ладно, всё шутками, шутки-шутками, но это, правда, может быть, возвращение бывшего. Пятёрка-чаш. Сейчас ещё немножко почитаю. И чё там, пятёрка-чаш. Посмотри, он обновлённый уже, вот такой, знаешь, перепрошитый. Да, слушай, такое ощущение, что-то кто-то наконец-то трансформировался. Вот ты три года назад смотрела расклады, да, из серии, что это? Трансформация должна у человека произойти, а я-то уже трансформировалась, или там, а я его отправила в глубокую трансформацию. Так вот, девчонки, кто-то из этих трансформаций таки выбрался, да, ходят слухи, что никто никогда из них не возвращался, а этот, значит, вернулся, да, из трансформаторной будки, которую вы ему устроили. Так и чё вообще? И чё, зачем вернулся там? Отношения строить хочет, да, выздоровел, помолодел, не знаю, деньги может появились. Отношения строить хочет, а вы что? А вы что по этому поводу? Знаете, у меня ощущение, что чьи-то мечты сбылись, вы, когда там, допустим, он вас бросил, вы там, куша размазывали и говорили, вот, там, ты там через несколько лет, типа, короче, пожалеешь вообще, что ты так поступил, какая я буду красивая, а ты, значит, будешь весь такой, да, не очень. А вы смотрите, судьбоносная встреча, да, и он как бы ничего, так и вы прекрасны. Ну, не знаю, что, встреча старых любовников, старых друзей, или что за история? Так, ну, что вы? Так, вы же в отношениях вроде нет. Я просто не вижу вас, это свободно, женщины, сто процентов. Или вы ему говорите, что вы в отношениях, чтобы он так, типа, отстал, или вы на самом деле, вы в отношениях, он тут выруливает уже, понимаете? Так, и что он вот? Я так понимаю, что вы его что, отшили? И он что? Ну, все грустно ему, да? Вот, восьмерка чаш. И что, будет что-то делать? Ну, как бы, да? Вот, вы его отшили, он ничего делать не будет. Он такой берет себе передых, соответственно, да? Придумать какую-то новую стратегию. Вот, тем временем вы, так у вас уже с кем-то отношения, или с кем-то любовь. Смотрите, и она есть. У вас как будто новые отношения, какая-то, смотрите, прям новая страсть, начинается с каким-то прям медведем. А бывший что? Все, кончатин? Нет. А тут вот он возвращается, опять. тут тоже как бы два этих персонажа. Здрасте, нарисовался. Бабочку надел, смотрите, в шляпе, путешествовал, типа, долго, когда? Хорошо, а если почитать для тех, у кого как бы отношений нет? Ну, то есть, вот вы говорите, что я вообще в одиночестве сижу, а у вас что? Ну, у вас вот тоже какой-то олень, смотрите. Уже тоже, либо бывший какой-то, либо, посмотри, какой-то мощный, какой-то мощный защитник, да? Холостяк, кстати, между прочим, да? Человек, который достаточно давно живет, вот смотрите, почитала для тех, у кого отношения есть, то есть, у вас отношения продолжаются, еще и бывший выныривает. А для тех, кто как бы в одиночестве, вот смотри, какой-то холостяк, вот рядом с тобой здесь, вот, да, ищет какую-то красивую женщину, тут вы, наверное, да? Тут вы, видит вас, и что? И, короче, думает, добиваться или нет, потому что, видите, как это грустная такая у нас поросячая личика, да? Потому что такой, о, к этой женщине нужен серьезный подход. Но он принимает решение действовать, ты видишь? Так, и что, и как он действует-то будет? Давай посмотрим. Смотри, а этот будет действовать решительно, будет пробивать вообще информацию, тебя будет пробивать очень активно. на свидание тебя будет звать. Блин, как решительно пробивает оборону. Просто, понимаешь, твой монолит подгрызает со всех сторон, и все будет, знаешь, всякие разные варианты, видимо, предлагать взаимодействие. А ты? А ты? А ты? Посмотри, какая счастливая я по карте солнца. Тут прям, да, тут прям красиво какие-то ухаживания. Так и что вообще, что это все встречи-то принесет с этим холостиком-то? Паш-чаш. Не, может, изобрей мне, и мальчик родишь, я уж не знаю, конечно, потому что у тебя детские карты, у тебя пар-чаш, и еще и шут. Трюнка-чаш. Шикольно, конечно. Не, слушайте, вот если вы забеременеете весной, это давайте посмотрим, когда вы там рожать-то будете. Так, весной мы беременем. Так, да? Ну, плюс что-то, допустим. Ну, давайте так, майк, пример, не рыдаем. Ну, не так, чтобы, конечно, вы Новый год встречать будете, уже в новом положении, но вот зима, знаете, следующего года. Поэтому вот. Поэтому кому-то, знаете, дракон подарит такие приключения. Как самое интересное, знаете, это тогда, когда вы теперь не ждете совсем внезапная прям история. Вот, вот, короче, как-то так, по третьим вариантам. Все, рассказала все, что пространство хочет вам рассказать. А с вами была я, ваша нейроведьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова